Привет, ребята! Хочу ответить на некоторые комментарии, там в комментариях Бенли бы жестко забазировал, а вот Тензор говорит о том, что это предполагает, что это может быть не то место, это то место, а сейчас мы на этом подробнее остановимся. Вот тоже по поводу 3d рендера интересный комментарий, сейчас мы остановимся. Комментариев много, разные все, некоторые смешные, некоторые интересные. Ну вот, кто-то говорит, что если вот тут видим отражение, значит через эти две точки нужно и проводить траекторию, что вот так вот летела. Кто-то говорит, что если мы видим отражение ракеты вот так вот, это значит, что она и так летела, так ориентирована в пространстве. Я даже по поводу этого где-то, а вот картинку нашел, сразу думал про оптику что-то рассказывать, но думаю человеку про оптику не интересно, ему интересно оправдать преступления, военных преступников, отвести подозрение. Поэтому я просто картинку нарисовал, я тоже умею рисовать красные стрелочки, нарисовал красную стрелочку и сформулировал правило. Ну тут Левиев ни при чем, я зря на человека наезжаю так. Вот, назовем это правило Левиева уже, его имени. То есть, если мы видим отражение и в отражении пальчик туда, это значит, что реальность мы напрочь игнорируем и реальный пальчик тоже туда. То есть, вот такой вот по поводу ориентирования, как я говорил в прошлом видео, в предыдущем, да, то есть, по ориентации отражения мы ничего не можем сказать. То есть, ориентация будет совпадать с реальным объектом только в том случае, я здесь ремарку написал, да, что если объект параллелен отражающей плоскости. Но в нашем случае это исключено свойствами геометрической сцены. Собственно, ну перейдем от веселых картинок с красными стрелочками к расчетам и построениям, точнее, а не расчетам. И я хочу показать, в прошлом видео я говорил, что зная скорости, зная скорости движения объекта, мы довольно точно можем определить направление прилета. Так вот, давайте сейчас, очень легко и просто, я покажу направление, откуда прилетела ракета в случае баллистической траектории. Собственно, на этом видео мы привязались, предыдущее видео мы привязались, вот у нас есть точка камеры, мы привязались по одному отражению, определили позицию первого отражения, позицию второго, по ним построили направляющие лучи, на которых находилась ракета в первый момент времени и во второй момент времени. Разница между этими двумя моментами времени один кадр, либо одна тридцатая секунды. На раскладке, на раскадровке видео, там интерфейс показывает 0,04 секунды, ну, там, если, если, это округленно, потому что, фактически, там 0,03 в периоде. Вот, если секунду разделить на 30, мы получим такое значение. Теперь нам нужны справочные данные, то есть, я вот эту вот картинку я скопировал в графический редактор и нам нужны справочные данные для того, чтобы знать, с какой же скоростью летит ракета по баллистической траектории. Так вот, я посмотрел, загуглил, можете загуглить, баллистические ракеты, у них диапазон скоростей от 4000 до 5630 км в час. Можете погуглить, посмотреть. Вот, нам километры в час нужно перевести сначала в метры в секунду, а потом метры в кадры, в кадр, то есть, сколько за один кадр видеоролика, либо за 0,04 секунды пролетает наша ракета. Так вот, это 4000, то есть, у нас есть диапазон 4000, от 4000 до 5630, если мы делим на 3600 секунд в часе, умножим на 1000 метров в километре и потом делим это на 30 кадров в секунде, мы получаем два значения. Значит, за один кадр баллистическая ракета по баллистической траектории пролетает от 37 метров до 52. Собственно, рисунок с двумя лучами я скопировал, то есть, два луча, это лучи, на которых на первом кадре находится, то есть, первый луч, это первый кадр, где мы видим ракету, и второй луч, это второй кадр по позиции ракеты через 0,04 секунды. Значит, за этих 0,04 секунды ракета пролетает 37 метров, либо 52 метра в этом диапазоне. Так же нам привязаться, я думаю, мы воспользуемся расстоянием и посмотрим то же самое, допустим, вот этому зданию, то есть, какой-то объект, чтобы мы масштаб не теряли, мы вот этот объект возьмем. Я уже знаю эти расстояния, уже промерял, то есть, расстояние от угла здания до чуть дальше середины вот этой площадки, я не знаю, это крыша, наверное, какого-то здания или площадка, непонятно. Вот здесь вот этот отрезок равен 37 метров, то есть, один отрезок вот такой вот у нас, это минимальное расстояние, которое может пройти ракета, и максимальное расстояние при максимальной скорости, это вот угла здания до вывески вот этой синенькой МТС, это 52 метра, тут 51,60, ну 52 метра. То есть, за один кадр, за 0,04 секунды ракета пролетает, либо вот такое расстояние, либо вот такое расстояние. Что это нам даст? Давайте перейдем, собственно, на эту картинку. Значит, мы видим здесь два луча. Эти лучи однозначно, может быть, позиция немножко, чуть-чуть где-то сдвигается, но суть в том, что с уверенностью мы можем сказать, поскольку у нас отражающая поверхность, горизонтальная поверхность Земли, плюс-минус, то мы знаем, что если мы смотрим с этой позиции и видим в горизонтальном зеркале вот здесь отраженный объект, мы знаем, с уверенностью можем сказать, что этот объект находится дальше на вот этом векторе. То есть, этот вектор под углом, который, то есть, угол зрения падает на поверхность, на этой поверхности видим отражение, угол отражается под таким же углом, дальше идет вверх, они немножко отличаются, различие там не сильно большое. Далее, точка взрыва находится вот здесь, на этом перекрестке, на предыдущем видео, мы довольно точно ее видим, где находится она, то есть, она где-то находится вот в этом районе, тут где-то артуар вот этот продолжается, и вот где-то над вот этой точкой у нас был взрыв, мы его наблюдали. Что нам это дает и зачем я вот эти все построения делаю? Значит, смотрите, то есть, если мы предполагаем, что ракета летит с этого расстояния, соответственно, то есть, если мы прочертим ее траекторию, мы видим, что ее траектория пересекает вот эти два луча в каких-то определенных двух точках. Эти две точки дадут длину отрезка, и вот эту длину отрезка ракета должна пройти за 0,04 секунды, либо за один кадр видео, соответственно. Поскольку у нас вот эти два красных отрезка, которые я здесь построил, они равны, первый равен 37 метрам, второй равен 52 метрам в масштабах вот этой картинки, соответственно. Вы можете, мы только что мерили на карте рулеточкой, вы можете сами прикинуть, взять линеечку и посмотреть, приложить. Вот этот отрезок будет равен расстоянию от угла здания чуть-чуть дальше середины, а вот этот отрезок будет равен расстоянию от угла здания до вот этой синенькой, ну, метки МТС, соответственно. Вот, то есть, если мы попробуем построить траекторию вот так, чтобы она пересекала в двух точках, мы увидим, что здесь отрезок слишком короткий. Если мы попробуем вообще подпостроить траекторию с запада, мы увидим, что так вообще оно не может прилететь потом, то есть, однозначно нет, почему? Потому что такой короткий промежуток, я не знаю, это птица какая-то медленная может лететь с такой скоростью. Единственное, то есть, у нас вот эти есть два отрезка, они дают диапазон угла, откуда могла прилететь ракета. И построение показывает, что в данных геометрических условиях ракета по баллистической, то есть, баллистическая ракета, а я в прошлом видео тоже говорил, что это, скорее всего, вероятнее всего, это баллистика, потому что она должна это перелететь, вот, и вот эта баллистика могла прилететь исключительно с юга, и у меня даже получается, что чуть-чуть восточнее южного направления. Ну, может быть и не восточнее, почему? Потому что вектора все-таки имеют разную высоту, вот эту, поскольку одно отражение дальше, одно ближе, поэтому угол разный, соответственно, я здесь строю катеты, а нужно строить гипотенузы мерить, то есть, нужно высоты вот этих вот точек тоже учитывать. Ну, там, в принципе, разница небольшая, я думаю, ну, пускай будет отклонение немножко вот в эту сторону, немножко западнее, то есть, юга-юга, юга-юга-юга-юга-запад, где-то вот отсюда, да, ну, плюс еще неточности построения, но однозначно, однозначно, баллистика могла прилететь только с юга, если мы принимаем на веру то, что эти два отражения, отражения, это именно отражения ракет. Не с севера-запада, не с запада, а только с юга. Да, допущений целая куча, то есть, мы приняли на веру о том, что вот это первая ракета, а вторая, это не птичка какая-то пролетела, а тоже ракета, то есть, мы принимаем на веру, то есть, как аксиомы, да, принимаем вот эти два тезиса, ну, вот, соответственно, и из этих тезисов можно сказать, что Левиев однозначно был не прав, то есть, баллистика могла прилететь только с южной стороны, и это мы видим дальнее отражение, то есть, где-то там, наверху, эта ракета летит, потом она летит ближе-ниже, и сразу следует взрыв вот здесь. Теперь по поводу комментариев. Собственно, вот это построение, можете сами построить, перепроверить, тут однозначный вывод, вторых каких-то дополнительных выводов может быть, можно спорить, что это не баллистика, как-то аргументировать, можно говорить еще что-то, тысячу можно попытаться опровергнуть, что это отражение, но мы здесь занимаемся, как я говорил в прошлом видео, переливание из пустого в порожнее, почему? Потому что те люди, которые расследуют это военное преступление, они уже собрали материалы, уже какие-то обломки понаходили, с рулеточкой походили, все померили, все уже в бумажечке записано, и это пойдет в международные суды для того, чтобы те люди, которые совершили военное преступление, понесли наказание. Собственно, по построению все, давай перейдем к комментариям, я на некоторые хотел бы, ну, комментариев тут не сильно много, но, в принципе, много, я так посмотрел, о чем там, про рассказы, некоторые интересные, говорят про уровни школьника, ты понимаешь, что всего по уровню школьника, что до уровня школьника еще надо дотянуться, и школьники, я не знаю, в каком классе учат оптику, это где-то восьмой, девятый, может, старшая школа уже, да, вот, то есть тут тригонометрия и оптика, то есть школьник, который неплохо знает более-менее тригонометрию, геометрию, вот, и оптику, он может то же самое посчитать, то есть я пользуюсь простыми школьными знаниями, базами, которые там с трудом вспоминаю, вот, да, но вот такие простые вещи, вот, поэтому школьник как раз-таки и скажет, что там это все фигня, и она, скорее всего, с юга прилетела, вот, но, видишь, не все до уровня школьника дотягиваются, поэтому, вот, ошибка горизонтально, ну, да, так, то есть, как она горизонтально, как, она последний участок, последний участок траектории в любом случае по баллистике, в любом случае по баллистике, и, скорее всего, это баллистическая траектория, поэтому тут вопросов нет, отсекает северо-запад оптимальная точка входа, ну, а что оптимальная, чему оптимальная, аргументы есть, кто-то свой анализ начинает, я хотел по поводу Бен Ли Бен, Бен Бен, вот, вот, не добавить, не убавить, но, Бен, тут проблема в том, понимаешь, что ты смотришь, так, кристальный взгляд, да, то есть, если отбросить всю эту мишуру, то очень-очень все просто или легко становится, да, очень все просто и понятно, то есть, ответственность в любом случае находится на агрессоре, вот, если есть какая-то ошибка, где-то погиб мирняк, нужно, как ты говоришь, громкое расследование проводить, вот, собирать материалы и, вот, показывать, доказывать, что это не ты, если ты расследование не проводишь, изначальная тактика, то точно так, как ты говоришь, но это кристально чистый взгляд, да, это философы издалека могут так смотреть, вот, люди обычно смотрят через мутные стеклышки, у них не все так однозначно, поэтому надо немножко, немножко геометрии привносить в этот мир, ну, геометрия вспомнить, чтобы моя аудитория вспомнила школьный курс физики, и геометрия было бы неплохо, это полезное дело, в любом случае. Далее, Тензор, по поводу того, что это другой рынок, я еще в новинах пишу дверну, нет, в новостях ошибаются, скорее всего, они, журналисты, услышали про то, что там на рыночек какой-то прилетело, и они прилепили центральный рынок. Это не центральный рынок, я сейчас покажу, почему. Значит, смотри, вот здесь на видео мы видим, вот здесь здание с полукруглым фасадом, здесь стеклянная дверь, и здесь вот характерная такая вывеска, и здесь вот темное пятно, я сейчас расскажу про это темное пятно, что это такое. Собственно, это вот такой вот магазин с коричневым фасадом, сверху, вот этот вот. Если мы посмотрим здесь, мы видим здесь здание с полукруглым фасадом, вот у нас находится камера, взгляд из камеры направлен сюда, и вот этот полукруглый фасад, собственно, так, вот ключи мне вот этот инструмент, это вот этот магазин, золотый ВИК, собственно. Вот стеклянный фасад, немножко с другого облаха сфотографирован, то есть он отсюда, то есть камера смотрит оттуда, вот это характерное, там на видео, если его увеличить, там видно, да, то есть я здесь прям в браузере смотрю, а если просто само видео, вот это там видно, там именно вот эта вот вывеска висит сейчас. Вот, соответственно, золотый ВИК магазин, вот это, и даже вот эта яма, это наша украинская ридная яма, блин, не могли, тут нормальную дорогу сделали, не могли вот эту яму на повороте, золотый ВИК, золотые ямы, Европа. Не могли залепить, за чувак, пляха муха, это ж стыдова. Короче, вот наша родная яма, вот этот магазин, и, собственно, здесь мы видим, вот это же темное пятно, эта яма, по-моему, до сих пор там есть, но там сейчас побольше, конечно, яма прилетела. Вот. Ну, и, собственно, магазин вот этот мы видим, то есть я по другим тоже точкам пытался определить, это то место, это однозначно, то есть геолокация верна, поэтому тут ошибки никакой нет. Это однозначно определенное, определенное вот это вот место, улица Циолковского, то есть расположение камеры находится где-то вот в этом районе, а она смотрит вот в этом направлении. Далее, хотел бы остановиться на... Бен Ли бы сказал, да, жесткое базирование. Вот. Комментарии по поводу 3D-редактора. Мне, к сожалению, лениво строить, но на самом деле, сцена была бы, то есть показывать, говорить о таких вещах, лучше не махая курсором мышки, да, и показывая какие-то линии на картах, а действительно в 3D-редакторе построить сетку, вот этому изображению, построить сцену, и в этой сцене показать все отражения, все позиции, было бы покрутить ее визуально, да, было бы намного более наглядно, но, к сожалению, у меня достаточных скиллов в 3D-редактировании нет, а скрипеть мозгами, прямо изучать, это для этой задачи, я считаю, нецелесообразным, поскольку, еще раз акцентирую ваше внимание, не надо приходить в комментарии, ну, можете приходить, что я вам могу запретить, разве, вот, пытаться сказать, что нет, пытаться доказать, что это не могло прилететь со стороны, с территории, которую контролирует Россия, это, скорее всего, прилетело именно с этой территории, то есть я говорю, скорее всего, потому что у меня тоже есть несколько допущений, вот, но, собственно, это не важно, почему, потому что, все это спекуляции, мы занимаемся здесь спекулятивными вещами, те люди, у которых есть рулетка, криминалисты, которые на месте собирали материал для дела, соответственно, уже этот материал собрали, и дело уже сформировано, поэтому все наши вот эти бла-бла-бла, это всего лишь бла-бла-бла, ну, я свое бла-бла-бла привношу еще немножко геометрии, чтобы вы могли как-то критично немножко подходить к всяким вот этим вот, люди смотрят на ракету, и тут ракета летит, надо вот так вот в вектор, нет, не надо так вектор. По поводу 3D-редактора, это очень офигенная штука, вот сцену показать, покрутить, и сразу все вопросы отпадут, ты говоришь о том, что размеры отраженного объекта на машинах, пытался определить размеры объекта, я бы с осторожностью подходил к этому методу, почему, потому что, во-первых, у нас есть выпуклость, то есть дальние объекты будут сильно искаженные, выпуклость, ну, это справочные данные, то есть выпуклость вот этого отражающего поверхности, да, ее можно взять машину и померить даже с помощью, я не знаю, там, линейки какой-то и еще чего-то, вот, то есть выпуклость можно измерить, и насколько этот объект искажается, можно понять, но вот эти отраженные объекты, они искажены, направления на них нет, а они сами по себе немножко искажены, это первое, второе, я по размерам отражения не брался бы судить о размерах объекта, по второй причине, почему у нас есть такая фишка, как время, чувствительность матрицы камеры, здесь стоит нескоростная камера, она снимает, там, 25-30 кадров в секунду, где-то, может быть, да, то есть обычная камера наблюдения стоит, собственно, и у нее есть, у нее ограниченное время захвата изображения, да, то есть этот объект может быть короче по факту, а она захватила его движение, перемещение, то есть мы по факту можем вот этот след видеть удлиненный объект, черточку от объекта, то есть там это надо специалиста уже более серьезной оптики, которые знают, как работает камера и как она захватывает изображение и какие свойства, смазанность объекта, вот когда мы снимаем быстро движущийся объект на обычную камеру, мы видим его смазанным, то есть мы видим его одновременно в нескольких местах, мы видим его в движении, вот такое, соответственно, быстро летящих объекты на обычную камеру, это быстро летящий объект на обычную камеру, судить о его размере довольно сложно. Поэтому я бы поистерегся. Ну, ты говоришь, что 1 метр, а если крайний юг, то 4 метра. Справочные данные, допустим, той же самой ракеты С-300, по-моему, порядка 6-7 метров размер. Вот. То есть, если твои построения геометрически дали 4 метра, можно учесть, что это больше 4 метров за счет того, что выпуклость поверхности тоже, то, в принципе, оно плюс-минус. Но, опять же, на это опираться нельзя. Вот. И по поводу кольца взрыва это тоже сложно сказать. По поводу того, что аргументируют, что оно должно быть... Ну, это надо взрывотехников, специалистов брать. Ну, я же говорю, мы занимаемся здесь спекулятивными вещами. То есть, кто-то пытается какими-то абсолютно бредовыми аргументами, пытается как-то оправдать, сказать, что нет, вот оттуда не могла. Да, могла. Могла. Как не могла? Вот. Баллистика вот чудесно показывает. Справочные данные, которые я загуглил просто. Вот есть диапазон скоростей. По этот диапазон скоростей однозначно говорит, что ракета летела вот с этих углов. То есть, за счет неточности построений, за счет того, что здесь я строю катет, а не гипотенузу, может быть, оно немножко чуть пошире будет, но это однозначно с юга. Баллистика могла прилететь однозначно с юга. Вариантов других нет. Геометрия сцены диктует это. Поэтому, ну, вы можете аргументировать как угодно, говорить что угодно. Это ваше право. Анализировать физику, свет, но упускает несколько факторов. Ой, точка прилета. Да, 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 да. На этом, наверное, все. Спасибо за комментарии. Бен-Бен отдельно отмечу. Но, к сожалению, мир такими глазами не смотрит. Ну, отдельные люди смотрят, да. Ключевые люди смотрят такими глазами. А большинство людей смотрят. Смотрят не так на мир. У них мутно все, непонятно, какие-то чудеса вокруг творятся. Ну, и пальчик. Пальчик тоже. Смотрите на пальчик. Вот. И поберите на вооружение правила Львия. То есть, если отражение пальчика туда, то пальчик, значит, тоже. Пока.